Недавно с удивлением узнал, что и раздельный сбор мусора у нас работает через одно место. Лишь малая часть отсортированного мусора выкупается для вторсырья, а остальное увозится на обычные свалки, что лишает смысла вообще всю идею. Смысл идеи в другом, камрад. Смысл в том, чтобы заставить тебя бесплатно сортировать мусор. А далее люди, которые зарабатывают деньги с переработки мусора, эти люди наживут с тебя деньги с того, что ты бесплатно его рассортировал. Вот это главная мысль. А вовсе никакая там не борьба за экологическую ситуацию. Я не экоактивист. По большому счету бог с ним с раздельным мусором на фоне того, что в мире творится. Просто подобных косячных процессов в родном стране навалом. Хотел бы спросить, с высоты вашего опыта, какие есть способы у рядового гражданина оказывать влияние на те или иные процессы с целью их улучшить? Давай зайдем издалека. Надо ли сортировать мусор? Ну, безусловно, надо. Хотя бы батарейки в общую кучу не бросать. Сдавать их отдельно. Стекло отделять от бумаги, бумагу отделять от железа, полиэтилен, пластик. Все вот это отдельно. Конечно, надо. Да. Безусловно. Но Россия, это по большому счету страна имитация. У нас все время имитируют то, что нравится на Западе. Мусор будем разбирать, а потом будем увозить на общую свалку. До тех пор, пока эти самые свалки не заработают по-другому, сортировать никакого смысла нет. Вообще никакого смысла нет что-то там сортировать. Косячные... Ну, навалом. Да, навалом. Естественно, камрад. Навалом всего. Заходить надо с другой стороны. Например, ликвидировать всякие замечательные упаковки, которыми до перестройки так восторгались. Ах, ах, посмотрите. Как на Западе умеют преподнести товар. Какие красивые упаковки. Какая замечательная яркая реклама. Я не знаю. Покупаешь какую-нибудь флешку... Вот такой пакет. Два слоя крепчайшего пластика, который там ножницами с трудом режется. Внутри вот такая флешка, вот такая книжка на чисто белый бумаги, для изготовления которой там тоже... Черт тебе сколько лесу повалено. Вот такая флешка. Это зачем? Или какой-нибудь айфон. Или какой-нибудь, боже упаси, айпад. Коробище из такого картона белоснежного для отбеливания которого... Я не знаю, сколько там химикатов тратится и сколько воды загаживается постоянно. А смеялись. Ой, совок. Вот посмотри. В какую-то гнусную бумагу тебе колбасу порезали, завернули. Оказывается, теперь это крафтовая бумага. Представляешь? Крафтовая бумага. Оказывается, когда ты вот продукты заворачиваешь вот в такую бумагу, а не берешь вот эти мерзкие пластиковые упаковки, ради которых там качают нефть, нефтеперегонные заводы коптят и прочее. Ну, вот когда ты в крафтовую бумагу, это оказывается правильно. И когда в этом тупом совке ты ходил с авоськой в кармане, это плетеная такая сеточка, она складывается, место мало занимает, всегда при тебе. Вот оказывается, это тоже хорошо. А вот эти вот полиэтиленовые мешки, за которыми еще при советской власти там гонялись, как умалишенные с красивой картинкой, полиэтиленовый мешок. Чтобы он не растягивался, внутрь надо вложить другой полиэтиленовый мешок. А вот этот красивый с фотографией Демиса Русоса, я вот с ним хожу, стоит 5 рублей на минутку. Половина дневного заработка. Один полиэтиленовый пакет. Вот все, что было тогда, это, оказывается, было плохо. А теперь то же самое вернулось на запад. Представляешь? После того, как они нашли в Тихом океане остров из пластика, который уже размером с Гренландию там плавает и непонятно, что с ним делать. Надо спасать окружающую среду. Так это вы ее засрали. Это эти замечательные западные страны, которые больше всех на свете всего производят в самых великолепных красивых упаковках. Это они больше всех и засирают. Они. Никто другой. Что делать тебе как гражданину? Могу привести в пример только себя. Вот раковина на кухне. В раковину надо поставить измельчитель, куда ты можешь пихать все бытовые отходы. Если у тебя нет свиньи или там куриц, не знаю, хорьковка. Кто-то может есть пищевые отходы. Ну, вот измельчитель стоит и все это сливает в канализацию. Прекрасно получается. Я за городом живу. Бумагу складываю отдельно. Упаковки бумажные складываю отдельно. У меня есть баня. Куда я все это отношу? И там все это в процессе протопки печи для бани. Я там все бумажное благополучно сжигаю. Ну, все остальное вот в мусор. Мусор вывозит грузовик. Бороться за всю эту херню... Ну, если бы меня спрашивали, я бы сказал, что в первую очередь нужны не свалки, а мусоросжигательные заводы, которые будут жечь этот мусор. Таким образом вырабатывать энергию. Это вот правильно. Если меня будут спрашивать, я скажу, что я за мусоросжигательные заводы. Ну, у нас, как ты понимаешь, кругом свалки. Эти свалки при капитализме седлают определенные граждане, которые с этого живут. И они ни под каким соусом не отдадут свои свалки и не дадут строить мусоросжигательные заводы до тех пор, пока в это не вмешается государство и не начнет строить принудительно. Капитализм лучше всего функционирует при военных диктатурах, как, например, в Южной Корее. Вот тогда да. А так нет. Это бизнес. Вон на Украине, видишь, украинские танки ездят на нашей солярке до сих пор. Почему? Потому что бизнес. Вот так. Чего уж там говорить про какой-то мусор.